Нью-Йорк Таймс все еще хочет быть лидером мнений, и этим мнением является неизбежное поражение Украины, и они хотят быть первыми, кто об этом скажет. В России опять появилось преимущество на востоке Украины из-за проблем в киевских войсках, так что мы извиняемся перед человеком, которому не понравилось употребление китоном термина «тупик». Украинцы утомлены, плохо экипированы и малочисленны. Перспективы у них весьма мрачные. «Пока мы можем их сдерживать», — сказал один солдат, — «но неизвестно, сможем ли мы сдержать их завтра или послезавтра». Фраза, как будто из фильма про зомби. Да, будто фраза из фильма про зомби. Военное будущее Украины выглядит неутешительно. Нет гарантии, что западная военная помощь будет на уровне прошлого года. И теперь российские войска перешли в атаку, особенно на востоке страны. Село Маренко уже почти захвачено. А в Ди-Ку... Я даже выговорить не могу. Постепенно окружают. Ожидается движение на Часов-Яр около Бахмута. На севере, около Купянска, с самой осени идут ожесточенные бои. Может, поэтому нам и нужна война на территории Америки, чтобы название этих пунктов было легче произносить? Сегодня утром был захвачен Джексон Вилли. Гораздо легче произносится. Я... я... освещая... освещая Йемен, Газу и Украину, мы все звучим как недоумки. Мы должны начать экспорт согласных из названий населенных пунктов. У них там переизбыток, согласно. Это как в старой шутке Стива Мартина. Когда захватываете заложников, то требуйте чего-нибудь безумного. Например, потребуйте, чтобы в английском языке была запрещена буква М. Среди украинских... Сегодня Хусито захватили Дели-Рэй-Бич, и к концу недели достигнут Форта Майас. Видите, это очень легко выговорить. Среди украинских солдат ходит шутка, что российская армия не хороша и не плоха, она просто длинная. Чего? Да, знаете, кто еще рассказывал эту шутку? Наполеон, прямо перед тем, как потерял 90% своего войска. У Кремля всего больше. Что? Правда? У страны в три раза больше населения. Чего мы говорили многие еще два года назад. Ну, может, если бы мы могли предоставить F-16 быстрее. Ну да. И, кстати, я не буду все зачитывать, так как это длинная статья. Но в этой статье Таймс пытается немного потрафить тем людям, которые правда так думают. В некоторых местах этой статьи они цитируют русских солдат, говорящих, если бы Запад действовал пооперативнее, ну да, это бы помогло. Если Шун Пен... Я бы хотел, чтобы Шун Пен появился опять, так как я не видел его с теми. Я бы хотел видеть его в боевой текеровке. Если ты так в это веришь, то иди воюй. Ты не намного старше, чем те бедолаги, которых тянут на линию фронта. У Кремля... Он в неплохой форме. Да, он в хорошей форме, ведь у него личный тренер. Они ведь уже и женщин призывают. У Кремля всего больше. Больше людей, оружия и техники. И они не останавливаются, несмотря на растущие цифры убитых и раненых. Похоже, что они воюют так, как Россия всегда и воевала. Кто бы мог подумать? Ну не украинцы же их остановят. Ну мы скоро и об этом скажем. Немного черного юмора. Сейчас у Украины опасное положение. За прошедшее с лета время проблемы в армии только усугубились. Украинские солдаты измотаны тем, что бои длительны, а передышки краткосрочны. Прореженные потерями отряды едва пополняются. И пополняются они в основном немолодыми и плохо тренированными рекрутами. Один украинский солдат, бывший частью подразделения, удерживающего юго-западную линию, мне что опять это произносить, а в дивке показал видео, снятое им во время недавних тренировок. Инструкторы едва сдерживали смешки, когда были вынуждены придерживать мужчину далеко за 50, чтобы он мог выстрелить из своей винтовки. Этот мужчина страдал алкоголизмом, сказал солдат, настаивающий на своей анонимности во время своего откровенного рассказа об эпизоде на тренировке. Цитата. «Три из десяти солдат — это вчерашние алкаши, которые однажды утром проснулись уже в униформе». Рассказывает он, говоря о новых пополнениях, прибывших в его бригаду. В то время как украинские потери остаются строго засекреченными, летом представители США оценивали количество убитых и раненых более чем 150 тысяч. «Российские войска также понесли огромное количество потерь, но кремлевские силы все же смогли отразить сфокусированную украинскую контратаку, перегруппироваться и теперь нападать в условиях этой холодной зимы». Кстати, потери украинцев минимум полмиллиона, а то и гораздо больше. «Да, да, мы, по-моему, на прошлой неделе читали статью, и, по-моему, средний возраст солдат на фронте где-то 42». «Сорок три». «Сорок три?» «Да, это говорил еще тот парень с тем певцом». «Ну да, все уже кончено, вне зависимости от того, что вы им дадите. Вы можете дать им столько оружия, сколько хотите, но нужны люди для этого оружия». Эта миграция бы им помогла. Почему они не приглашают к себе мигрантов? Я уверен, что они хотели бы хорошего наплыва. «Этот один выстрел убил бы двух зайцев». «Но не думай, что они раньше были за иммиграцию. Не думаю». «Видишь ли, когда ты популист, и это правда, независимо от того, левый ты популист или правый, в итоге у тебя развивается синдром Кассандры. Ну, то есть ты постоянно раздражен тем, что видишь грядущее будущее, но тебя не слушают. И это происходит раз за разом. Ты всегда на два года впереди от сегодняшнего восприятия мира. Для этого не надо быть гением, надо просто быть незаинтересованным в уничтожении страны. Ты не зарабатываешь на этом деньги, поэтому видишь... Очевидно, Россия. Верно. Долгая история войн до конца. Да. Население в три раза больше населения Украины. Они не могут позволить себе сдаться, так что не похоже, что они отступят, не победив. Так что в войне на истощение, на что всё это очень похоже, как они могут в ней проиграть? Они не могут проиграть. Ну, если бы мы оказывали больше поддержки и побольше занимались цензурой, то... Они были... Так как ты популист, ведь ты не голосуешь с тех же позиций, с которых голосуют все эти высоколобые. Чуть раньше об этом говорил Ник Круз, когда он был у нас. Он сказал, знаете, я бросил колледж, но я могу сказать, что украинская война — это идиотизм. Почему же все эти кандидаты и доктора наук говорят, что эта война не только нужна Украине, но что она ещё и может в ней победить? Их там этому и учат. Ведь это же так очевидно. Рассел, ты же сам говорил, ты рассказывал про историю России, про то, как они воюют, что они сами сожгли свою столицу, чтобы не дать наполеоновской армии её захватить. Но даже не зная всего этого, тут же достаточно просто на карту посмотреть. Ты видишь, что Россия вот такая большая, а Украина... Тут нет вариантов для победы. Да, тебе не надо быть военным историком, чтобы понять это. Да, у Украины нет шансов победить в этой войне, если она не будет расширяться. Вот мы уже говорим о Третьей мировой. Да, нужно, чтобы не вступили и другие страны. Но мы также понимаем, что мы не хотим этого. Так что понять всё это не так уж и трудно. И да, ты прав, это всё на самом деле очень чёрная комедия. Это фраза про то, как эти ребята приходят. Это, по сути, вчерашние алкаши, которые однажды утром проснулись уже в униформе. Ну да, вчерашние алкаши, проснувшиеся. Я считаю, что они всячески это обдумывают, видите. Всё это образование нужно для того, чтобы думать по-новому, чтобы оправдать всю эту льющуюся ложь. Вся их идея. Я прочитал в Атлантик, я не помню, о чём уже была статья, но я помню, как прочитал статью в Атлантик, а что плохого в лицемерии? Они ведь теперь лицемеры, и там говорилось, что неужели лицемерие это больше для плебеев? Я не могу поверить своим глазам, но это было написано двумя людьми. Ты этому и учишься, ты учишься рационализировать алогичное, как защищать ложное, как извращать правду, чтобы поддерживать не только некий нарратив, но и некое мировоззрение, чтобы передать его следующему поколению достойных и порядочных меритократов. И это всё продолжается и продолжается до тех пор, пока всё не рухнет, ибо вы зашли уже слишком далеко, и именно это сейчас и ощущается. Мы как будто накануне этого. Марк Твен сказал, после получения образования мне пришлось долго восстанавливаться. Именно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова